Тут теория очень сложная и объёмная, но если быть кратким, то везде существуют поля. Поля, которые мы не видим, поля, которые сложно распознать, поля, которые сложно пощупать, поля, которые являются особым видом материи. Очень часто эта характеристика используется, очень часто такая описательная база даётся. Чаще всего поле — это особый вид материи, который существует вокруг чего-то. Например, как мы помним, электрическое поле — это особый вид материи, который существует вокруг проводника. Так вот, если заглянуть чуть глубже за вот эту вот модель школьных учебников, то окажется, что физика полей на самом деле куда более глубока, чем мы про неё думаем. На самом деле можно тут вспомнить, что все частицы так или иначе являются колебаниями полей, что поля друг с другом взаимосвязаны, что поля могут передавать друг другу энергию, из полей могут формироваться объекты. И множество чего другого. С полями в физике вообще очень много чего интересного творится. И вот, в общем-то, одна из базовых теорий современной физики — это то, что поля объясняют буквально всё. На каждое взаимодействие находится своё поле. Есть гравитационное поле, которое, в общем-то, полностью не описано. Есть электрическое поле, которое, кстати говоря, тоже полностью-то и не описано. Есть электромагнитное поле, магнитное поле, температурное поле. Так что вообще такое поле? Поле — это некоторая объёмно-пространственная характеристика, которая позволяет узнать некоторые значения в каждой конкретной точке этого поля. Что такое температурное поле? Есть у нас с вами вот комната. И в комнате в разных точках есть разная температура. Если попробовать нарисовать график расположения точек значения температуры внутри этой комнаты, то получится, что мы с вами построили поле. Вот с физической и математической в том числе точек зрения поле — это именно такая штука. Поле — это набор некоторых характеристик, которые описывают то или иное явление. Чем является само поле? Ну, сейчас философствовать особенно не будем, но проще всего в данном разрезе воспринимать поле как некоторую вспомогательную, физическую или даже, наверное, математическую модель, способную описать исследуемое явление. Вот так и получается, что электрическое поле — это некоторая модель, которая позволяет измерить напряженность этого поля в каждой точке и составить какой-то красивый график. Температурное поле — это модель, которая позволяет измерить температуру в каждой точке комнаты и тоже составить какой-то график. И так далее, и тому подобное. Про каждое поле можно так сказать. И, как мы уже сказали, поля существуют везде. В космическом вакууме на самом деле тоже есть поля. Тоже есть поле. И поскольку это математическая модель, то отличается там поле только тем, что поле имеет нулевые характеристики в этих точках. Поэтому космический вакуум, поэтому любой вакуум всегда пронизан полями. И тут на самом деле меня поправляли относительно ролика про радиоволны. Очень уместное было замечание. Я, к сожалению, на тот момент это сам не совсем правильно понимал. Так вот, почему радиоволна передаётся в космосе? Не по той простой причине, что вокруг каких-то объектов должно быть электромагнитное поле. А там, где его нет, происходит что-то волшебное и фантастическое. А нет. Просто любое поле это есть сетка, которая позволяет построить ту или иную характеристику. И там, где, казалось бы, электромагнитного поля существовать не должно, всё равно существуют те самые направляющие, по которым, грубо говоря, можно запустить радиоволну. Поэтому радиоволна легко проходит через космический вакуум.